Уважаемые коллеги, термин геоника геометика как трансдисциплинарного направления для исследования сложных систем впервые был сформулирован, появился где-то около 25 лет тому назад. И опубликованы эти материалы были впервые на широком уровне. Это в Новосибирске в 1994 году и доложены впервые за рубежом в 1994 году на ИБАУЗИЛе Международный конгресс учёных-материаловедов в Аймаре, Германии. В настоящее время многие университеты России и зарубежных стран интересуются этим направлением, поэтому и возникла такая идея записать цикл лекций в этом направлении. Причём первый опыт записи лекции и опубликования её в интернете, это полтора года назад, и вот до нынешних пор свыше двух тысяч посетило сайт, прослушало лекцию как на русском, так и на английском языке. Вспоминая слова великого российского учёного Владимира Вернадского, «Никогда в истории человеческой мысли идея и чувство единого целого, причиной связи всех научно наблюдаемых явлений, не имело той глубины, остроты и явности, какой она и не достигли сейчас». Эти слова были высказаны около 70 лет назад, но являются очень актуальными и до нашего времени. Если мы рассмотрим эволюцию науки и образования от доиндустриального общества до наших дней, то мы обнаружим, это известный фактор, что для доиндустриального общества была характерна доклассическая наука, монодисциплинарность науки и образования. В первую очередь в обществе один учитель учил ученика, и была общая наука-философия. Затем из неё выделялись такие науки, как математика, физика, биология, химия и ряд других наук. И уже в индустриальном обществе классическая наука предусматривала дисциплинарность науки и образования. И в образовании мы дошли до такого уровня, когда для получения образования высшего инженерного мы читали студентам до 50 дисциплин, часто не взаимоувязанных между собой. Поэтому студентам было очень тяжело сформировать из информации, полученной от разных преподавателей, представление о специальности. И уже в индустриальном обществе с конца 30-40-х годов XX века в науке начались движения объединения, начались междисциплинарные исследования. Так появились геохимия, биофизика, биотехнологии и ряд других наук. И именно на стыке этих наук были прорывные исследования. И даже наиболее значимые научные и научно-производственные проекты XX века основаны были на междисциплинарности. И естественно и в учебном процессе начали внедряться такие вот подходы, связанные с междисциплинарностью. Около 30 лет назад вышла у меня статья, где я писал, что визитной карточкой образования XXI века будет междисциплинарность. Так оно и получилось. Первые междисциплинарные курсы, которые были разработаны и внедрены на наши кафедры, они показали прорывные успехи наших студентов. Они начали выиграть все конкурсы, которые проводились и в советское время, и в настоящее время у нас в Российской Федерации и за рубежом. Итак, для постиндустриального общества характерна междисциплинарность, как в науке, так и в образовании. И наиболее успешные университеты мира и внедряют вот такие новые педагогические приемы. Но в настоящее время мы речь уже ведем о трансдисциплинарности в исследовании. Ведь в настоящее время мы исследуем сложные системы. И классические подходы, которые существовали раньше, они не могут позволить получить новые прорывные результаты. Разобщенность наук особенно негативно отражает и на данном этапе развития эволюции вида Homo sapiens. Можно сказать, на критическом этапе взаимоотношений органического и неорганического мира. Стирается вообще граница между органическим и неорганическим миром. Если мы говорим о системе человек-материалов среда обитания, это сложнейшая открытая система, для исследований которой возможно только трансдисциплинарные подходы. Как раз для этих целей и предназначена геоника-геомиметика. Трансдисциплинарные исследования основываются на широкомасштабном использовании и переносе знаний, закономерностей, познавательных схем из одних дисциплин, другие, с получением эмерзентных свойств. То есть, свойств, которыми не обладают отдельные звенья системы или дисциплины, но они являются следствием эффекта целостности системы. Трансдисциплинарные исследования – это визитная карточка ведущих научных школ мира. Одним из первых направлений трансдисциплинарных является кибернетика. Вы знаете, что автор её, американский математик Норнер Твиннер, 1948 год. Хотя ещё в трудах древнегреческого философа Платона в V веке до н.э. впервые было произнесено слово кибернетика. Одно из направлений кибернетики – это бионика, автор американский учёный Джек Стайл. Бионика занимает исследование объектов органического мира, а результаты используют при проектировании машин и механизмов. Например, мы исследуем дельфинов, рыб, а результаты используют при проектировании атомных подводных лодок, надводных кораблей и так далее. А результаты, полученные при исследовании насекомых птиц, используют при проектировании летательных аппаратов. Геоника геометика, которая сформулирована мною, занимает исследование объектов неорганического мира, а результаты используют при разработке новых технологий материалов, исследовании системы человек-материалов средообитания и т.д. В настоящее время я выделяю 7 направлений геоники геометики. Это оптимизация системы человек-материалов средообитания, это архитектурная геоника, разработка новых технологий получения минералов и композитов, использование энергетики геологических и космохимических процессов, разработка алгоритмов и моделей создания и управления объектами неорганического мира, освоение и строительство подземных пространств и, наконец, проблемы развития сосуществования органического и неорганического мира. Невзирая на то, что впервые обозначены направления геоники геометики, как я сказал, лет 25 назад, но в силу различных объективных и субъективных причин, активно я начал заниматься этой проблематикой где-то 2-3 года назад. И вот за это время достижения, результаты этого научного направления были изложены на 8 международных конференциях в ряде институтов Российской Академии Наук, на собраниях, годичных собраниях Центрального оригинального отделения Российской Академии Артур и Стратегических Наук, на годичных собраниях, в научном образовательном центре Черноголовка и так далее. Ну, из зарубежных УЗА я хотел бы отметить доклад на 18-м Международном Конгрессе, после этого материала 18-й Баузил в городе Ваймаре. Доклады на Международной Конференции по нанотехнологиям в городе Дортмунде, Дюссердорфе, цикл лекций в Северно-Арктическом Федеральном Университете им. Ломоносова в Архангельске, доклад на ученом собрании Российской Академии Артур и Стратегических Наук в Волгоград и Москва, Смирновское чтение МГУ, это и Российская Академия Наук, ну и так далее, и так далее. Были организованы, значит, значительное количество вебинаров, проведено несколько международных конференций, так как у нас в Белгарии, так и за рубежом. Данное положение было озвучено на семинаре руководителей арабских узов, в вебинаре с участием лауреата Нобелевской премии мира Тома Атити, так сказать, это африканский университет, с участием ряда китайских университетов. А сейчас я кратко остановлюсь на некоторых направлениях геоники, геометики. Но первое, как я сказал, направление это оптимизация системы человек-материал-средообитания. Известно, что среда обитания способствует повышению эмоционально-психологического состояния человека, работоспособности, интеллекта, улучшению здоровья и продолжительности жизни. В окружении материалов мы находимся более 80% своей жизни. Поэтому выбор материалов играет определяющую роль. В этом же направлении активно развивается в настоящее время зеленое строительство. Это вид строительства, эксплуатации зданий, воздействие которых на окружающую среду минимально. зеленое строительство активно внедряется в разных странах мира и в Российской Федерации в том числе. Следующее направление оптимизации системы это архитектура. Известно, что архитектура может быть лекарством от многих заболеваний. тело, как говорят, это дом нашей души, а дом это как одежда для тонкого физического тела. Я не хочу, чтобы наш интерьер, наших городов представляли вот такие вот малые электронные формы, которые я сфотографировал в центре Брюсселя. Мною предложено направление архитектурной геоникой. Это создание архитектурных ансамблей с учетом результатов и воздействия геологических и космохимических процессов на неорганический мир. Но известно, что природа это прекрасный архитектор. И в результате деятельности геологических и космохимических процессов создаются уникальные по красоте, цвету, формообразованию объекта неорганического мира, которые могут стать предметом для подражания архитекторов при создании архитектурных ансамблей. Известно направление архитектурной бионика. Это когда архитекторы в качестве подражания используют объекты органического органического мира. Например, допустим, шишка и небоскрёб в виде шишки. Моллюск и театр в Австралии напоминающий по форме создание органического мира. а вот объекты неорганического мира в качестве предметов для подражания при создании архитектурной ансамблей более многочисленны. Из них я привожу объекты геологических, вернее, геологические объекты для подражания и элементы космической тематики. Среди геологических объектов может служить прообразом создания малых архитектурных форм и архитектурных ансамблей в целом. Это структура химических соединений и элементов. Это структура кристаллической решётки минералов, форма кристаллов и так далее. А элементы космической тематики это и спутники планет, звездные системы, форма космического объекта, цветовая гамма и так далее. Ну вот, например, значит, визитной карточкой Брюсселя является знаменитая Атомима. Эта архитектурная форма является прообразом, будем так говорить, в 64 раза, в 64 миллиарда раз увеличенного структуры железа. Друза Кварца является прообразом для создания архитектурного ансамбля в Соединённых Штатах Америки. Проект Азиатской пирамиды по форме напоминает гальку. Небоскрёб Дубая это самое высокое здание мира, это сталагмит пещеры. Как я сказал, очень многое можно почерпнуть у космической тематики. Это малая архитектурная форма, это расцветка ткани и так далее. Пути использования архитектурной геоники очень и очень значительны. Это и малая архитектурная форма, это архитектура зданий и сооружений, дизайн интерьеров, ювелирных украшений, рекламных материалов и так далее. Использование положения геоники позволит создать гармонию между техносферой и биосферой. Сегодня целью всего человеческого является сохранение окружающей среды и архитектурная геоника позволяет внести значительную лепту в это направление. Новое научное направление архитектурная геоника не только решает чисто практические вопросы среды обитания, создания конструктивных элементов, форм, пространства, но и способствует улучшению эмоционального состояния человека, его творчества, настроения, гармонизации и так далее. Следующее направление это разработка новых технологий получения минералов и композитов. Это направление давно развивается так специалисты, которые занимаются разработкой технологий алмазов, сапфиров и других драгоценных минералов, они исследуют геологические процессы и на основании этого разрабатывают технологии получения например тех же алмазов. А вот изучать геологические и космохимические процессы для того, чтобы улучшать свойства выпускаемых строительных материалов, к сожалению, еще мы в большом таком масштабе не занялись. Хотя создавая строительные материалы мы копируем геологические процессы, например, аналог бетона на крупном заполнителе это конгломерат, аналог мелкозеренства бетона это песчаник и так далее. Но создавая строительные материалы мы не можем пока добиться качества и свойств природных аналогов. Например, пеностекло с плотностью допустим 250-300 имеет предпочтение при сжатии максимум в 1,5 мА. А порезованные базальты вулканические порезованные породы с такой же плотностью имеют прочность в 5-6 раз больше. То же самое мы можем сказать и по ятиистому бетону гидротационного твердения. Или, например, прекрасный пример это кладочные растворы. Это такая анизотропная текстура, которая полностью копирует, напоминает полосчатая горная порода. Но если кладочные растворы конструкция имеют предел прочности на разрыв где-то в районе 1 мА, то полосчатые породы имеют предел прочности на разрыв до 70 мА, то есть практически в 50-7 раз выше. И именно исследование микроструктуры, в целом таких полученных горных пород дало нам возможности существенно улучшить качество аналогичных материалов. На основе подражания природным процессам мы создали конструкционно- теплоизоляционный стеновый материал. Мы разработали широкую номенклатуру композитов с использованием этих горных пород. Глубина одного из крупнейших карьеров Лебинского обладательного комбината уже достигает практически 500 метров. И при этом в зону горных работ попали нетрадиционные для стройиндустрии всего мира горные породы. Мы их исследовали, разработали технологию получения эффективных материалов на основе этого нетрадиционного сырья, утвердили запасы попутно добывая их пород Лебединского, Столинского месторождения, Прескольского месторождения, Железных руд, а также Терновского и Карапаковского месторождения, Терновского месторождения, керамзит, и так далее. Это позволило создать в Белгородской области и в Центральном региональном округе России мощную сырьевую базу производства стольких материалов. На основе этого сырья разработаны технологии получения высококачественных мелкозерсий бетонов, композиционных материалов, материал для дорожного строительства, малых архитурных форм, бетоны и так далее. На основе наших разработок внедрены на десятках заводов Белгородской области и других областей России. Только лишь Белгородской области за последние пять лет построено с учетом информации полученной нами три крупных завода. Очень интересные результаты были получены при разработке композитов для эксплуатации в условиях жаркого климата, в частности для арабских государств. Мы предложили систему внутреннего ухода за счет использования гетеропористых туфа иорданий. Гетеропористость это нано-пористость, капиллярная пористость, гелевая пористость, так сказать, удерживают мелкие частички воду и мы получаем на этой основе композиционные вяжущие. При твердении бетонов, особенно после приложения серьезных нагрузок, образуются, мы все знаем, микротрещины различные, микродефекты, и вот в это время как раз введенные нами микрозернистые частички выделяют воду запасенную пористостью, и осуществляется в процессе структур образования как бы залечивание вот этих вот дефектных систем. Это уже так называемые интеллектуальные композиты. Предложен нами с учетом положения геоники, геомеметики закон строства структур. Он подразумевает управление процессами структуры образования и стинтеза на образовании капиллярно-пористо структуры аналогичные матрицы основного бетона, например. Используют этот закон при разработке кладочных растворов, штукатурных растворов, реставрационных смесей. Когда нам необходимо создать единый целый композит и таким образом только закон строства структур позволяет нам это делать. Реализовано это направление в результате внедрения результата докторской диссертации Чудковой Ирины Львовны на память архитектуры таких как ставка колчака ансамбли царицная и Великого Ростова, церкви преображения Пермской области и так далее, памятники Болгарии и другое. В настоящее время выполняется, заканчивается подготовка диссертации на связи с конечной степенью доктора технической науки Загороднюк Лилия Хасановна, который продолжает именно вот это направление закон страста структур. Нами предложено понятие техногенный метасоматоз. Это стадия в эволюции старинных материалов, характеризующаяся приспособлением композита к изменяющимся при эксплуатации здания и сооружения условиям. Это химическое взаимодействие системы вяжущей заполнитель-наполнитель добавки поров раствор окружающей среды с изменением химического состава, при котором растворение исходных компонентов и синтез на образование происходит почти одновременно в твердом состоянии. Техногенный метасоматоз это сложнейший механизм это и перекристаллизация и диффузия и дегидратация кристалло-химическое превращение и так далее. А весь комплекс сложнейших физико-химических превращений то есть техногенный метасоматоз при учете этих явлений при проектировании материала он позволит материалу реагируя на внешнее воздействие самозалечивать дефекты которые образуются при эксплуатации и восстанавливать свои первоначальные характеристики. С учетом вышеизложенного мы смогли ввести термин интеллектуальные материалы это композиты при проектировании которых заложена система взаимодействия с окружающей средой позволяющая материалом реагировать на внешнее воздействие и что самое важно положительно влияет на триаду человек материал среда обитания. Разработан алгоритм управления процессами структуры образования при создании интеллектуальных композитов проводятся значит такие технологии реализуются при использовании нано-диспертного сырья причем в том числе нано-диспертного сырья которое получено в рамках реализации направления геоника гемиометика совместно с специалистами Камчатского отделения Российской Академии Наук в частности с профессором Потаповым следующий этап это разработка интеллектуальных композитов нового поколения с гибридной матрицей результаты полученные при исследовании метеоритов могут быть использованы при создании именно таких гибридных композитов с уникальными свойствами естественно мы сами не занимаемся изучением метеоритов мы просто используем результаты полученные учеными соответствующие специальности по исследованию метеоритов и мы эти результаты используем при проектировании таких вот уникальных систем для того чтобы проектировать такие системы мы используем и некоторые редкоземельные металлы известно что 21 век это век редкоземельных металлов и за ними будущее интеллектуальные материалы или композиты интеллектуальные способны под воздействием внешней среды изменять свои свойства это самоорганизующая система для того чтобы создавать такие материалы необходимо разработка интеллектуальных систем управления проектированием производством и эксплуатацией материалов методологической основой инструментарии развития геоники геометики являются когнитивные познавательные технологии это междисциплинарное направление объединяющие теорию познания познавательную психологию конгитивную лингвистику и теорию искусственного интеллекта вот с учетом трансдисциплинарности которая как я повторяю является визитной карточки будущего в настоящее время в мире создано 5 центров 5 научных центров это Европа это Соединенные Штаты Америки это Япония а в России это Курчатовский институт в котором создан центр конвергентных нано-био-инфокогнитивных науки технологий Стратегическая цель запуска технологий будущего это создание антропоморфных технических систем подобных конструкциям создаваемых живой природой то есть на основе бионики и что я особенно подчеркиваю на основе геоники именно будущее в создании технологических возможностей с учетом наших знаний о неорганическом и органическом мире то есть в сочетании бионики закона геоники и бионики для создания вот таких вот интеллектуальных композитов будущего именно они могут создать условия для оптимизации системы человек материал средообитания принято решение и уже ведутся работы о создании на базе Белгородского государственного технологического университета и конкретно научно-образовательного международного центра геоника геометика нашего университета центра по нано-гео инфокогнитивным наукам и технологиям именно я еще раз подчеркиваю особенности этого центра будут состоять в том что мы используем положение теоретической разработки геоники и геометики для создания материалов для оптимизации триады человек материалов средообитания не для создания новых систем вооружения не для создания систем которые разрушают нашу будем так говорить маточку землю а именно для оптимизации триады человек материалов средообитания инструментарием такого подхода является современное фундаментальное транс дисциплинарное исследование в том числе геоника геометика работа в этом направлении ведется у нас на кафедре подписано уже ряд договоров о сотрудничестве с институтами российской академии наук с ведущими кафедрами нашего профиля российской федерации германии франции юар внедряются лабораторию удаленного доступа создан информационный портал геоника геометика для решения этих проблем необходимо естественно создание единого информационного пространства так сказать чем мы в настоящее время занимаемся и вот это вот доклад вот эта лекция она и предназначена в том числе для того чтобы найти значит специалистов которые готовы в рамках вот этого центра подключаться и выполнять совместные исследования я считаю что в отличие от созданных центров о которых я говорил так здесь нам необходимо объединить то есть мы не будем закупать потому что пока нет средств для этого дорогостоящего оборудования мы должны объединить интеллектуальный и материальный потенциал который есть уже в различных вузах российской федерации зарубежных для решения этой глобальной я бы сказал планетарной проблемы я говорил о том что в рамках проводимой работы в этом направлении мы активно взаимодействуем с разными институтами с российской академией архитектурных наук с различными научно-исследовательными институтами российской академии наук с московским государственным университетом с московским государственным строительным университетом воронежским строительным университетом новосибирским тверским государственным техническим университетом Но и особенно я бы хотел выделить здесь Ваймарский институт строительства архитектуры и Дрезденский технический университет из зарубежных стран. Создан консорциум как эффективная форма объединения участников для решения крупных научных проблем. В заключении я бы хотел сказать, что для дальнейшего сосуществования органического и неорганического мира, для развития цивилизации на планете Земля, для создания комфортных условий существования вида Homo sapiens, то есть человека на планете Земля, необходима новая парадигма в отношениях государства к человеку, человека к человеку, человека к органическому миру и человека к неорганическому миру. Необходимы новые подходы к культуре, к образованию. Нужна культура самоограничения. Ведь давайте представим себе такую ситуацию. Есть ли какой-то антагонизм между мною и профессорами из Германии, Франции, Японии, Биргии и так далее? Нет. Между крестьянином, рабочим, российским и других странами? Нет. Давайте задумаемся, а у кого есть противоречия? Кто желает решать вопросы конфликтные с помощью оружия? Не мы с вами, не ученые, не рабочие, не студенты. Но мы избираем наших президентов. Удачи, до свидания.